Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю людям с различными зависимостями. Тема сегодняшнего разговора ТОП-15 последствий алкоголизма и причин преждевременной смерти у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом. Одним из тяжелейших осложнений у пациентов с хроническим алкоголизмом является алкогольный панкреатит. Он возникает вследствие нарушения функции поджелудочной железы. У нас поджелудочная железа обладает и экзокринной функцией, выделяет ферменты, необходимые для переваривания пищи, и эндокринной функцией, в частности, вырабатывает инсулин, который требуется для усвоения глюкозы организму. Когда происходит массивное отравление алкоголем, возникает застой ферментов поджелудочной, возникает острое воспаление, самопереваривание поджелудочной железы. Проявляется это как острая хирургическая патология. Это тяжелейшие боли, разлитые, очень острые, которые даже не купируются, наркотическими препаратами. Это высокая температура, полная диспепсия, пациент не кушать не может, его рвет. Возникают или тяжелейшие поносы, или тяжелейшие запоры. Такому пациенту требуется срочная госпитализация в хирургический стационар, применение препаратов, так называемые ингибиторы ферментов поджелудочной железы, чтобы остановить воспаление, остановить самопереваривание поджелудочной железы. Потому что исходом является панкреонекроз, массивная гибель клеток поджелудочной железы, 80% смертности. То есть из пяти человек выживет только один. Это полиорганная недостаточность, это пребывание в реанимации, исходом является смерть. Если повезет, это будет хронический панкреатит, пожизненное дробное питание, применение ферментов, которые уже своя поджелудочная не вырабатывает для того, чтобы усваивать пищу. И естественно, если человек не прекращает употреблять алкоголь, это провоцирует опять острую хирургическую патологию, и со второй или с третьей попытки он в итоге гибнет. Одним из неприятных осложнений хронического алкоголизма является алкогольная полинаэропатия. Это состояние описано еще в 17 веке, очень четко выявлена связь с заболеванием алкоголизмом. В наше время уже разобрались, что основная проблема это дефицит витаминов группы В, который вызывает дегенерацию аксонов нервных клеток, и в исходе является и сенсорная, и моторная полинаэропатия. Выпадает и чувствительность по типу перчаток и носков, и двигательная активность. У таких пациентов возникает мышечная атрофия. Как пример, становятся очень худые тоненькие ножки, ослабляется функция мышц, то есть это такая петушиная шлепающая походка. Эти пациенты очень быстро устают, буквально 5 шагов надо 10 минут отдыхать. У них возникает мышечковая дегенерация, то есть полное нарушение координации. Они легко падают, легко получают травмы головы, становятся глубокими инвалидами. По сути, вы встречали таких пациентов постоянно. Это вроде бы молодой человек, но он еле идет с палочкой. Вы уже в магазин сходили, купили что нужно, возвращаетесь назад, он только приближается к крыльцу, чтобы купить свою заветную чекушку. То есть зрелище очень печальное. Исходом являются различные трофические изменения в нижних конечностях, язвы, ампутации. Если тромбоэмболия это быстрая смерть, то вот алкогольная полинаэропатия это медленное умирание, нерв умирает от периферии к центру, потом поднимается все выше, атрофия все тяжелее. Тазовое нарушение, неконтролируемая мочеиспускание, импотенция, недержание кала. Вот человек сам наблюдает, как у него организм медленно и мучительно разваливается. Причем остановить можно всегда. Главное прекратить принимать алкоголь и начать реабилитационные мероприятия по восстановлению. Алкогольные психозы очень частый исход длительного злоупотребления алкоголем. человек в состоянии запоя находится в алкогольной интоксикации, постоянно поддерживает определенную концентрацию алкоголя в крови. Причем алкоголь это депрессор центральной нервной системы. Когда прекращается поступление алкоголя в организм, как правило, психозы возникают в состоянии отмены. На второй-третий день тормозное влияние алкоголя прекращается, резко возрастает возбуждение. Человек впадает в состояние психомоторного возбуждения, у него возникают различные галлюцинации, часто устрашающие, у него возникает бред, нарушение сознания в той или иной степени, вплоть до комы. Исходом очень часто бывает делирий, состояние полной беспомощности, где требуется коррекция всех жизненно важных функций и длительное лечение в стационаре. Повторюсь, что галлюцинации могут быть самые разные, в том числе угрожающие, когда человек может нанести себе повреждения, может закончить жизнь самоубийством, просто выпрыгнуть в окно, спасаясь от чертей, может родственников принять за нечистую силу, напасть на них. Человек в этом состоянии неадекватен, ему требуется принудительная госпитализация для оказания специализированной помощи. Очень часто пациенты с хроническим алкоголизмом страдают хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Как правило, начинается с гастритов, заканчивается тяжелой деформацией стенки желудка, язвенной болезнью, причем в состоянии запоя у пациента нарушается пищевой режим, пациент перестает принимать противоязвенные препараты, и эта ситуация обостряется. Может быть тяжелое кровотечение с рвотой кофейной гущей, может быть перфорация язвенной болезни, причем если в трезвом состоянии человек может очень быстро на это отреагировать, на боль, на рвоту, обратиться за специализированной помощью, то в состоянии алкогольного наркоза зачастую за помощью обращаются, когда уже поздно, потому что и перфорация заканчивается тяжелым перитонитом и смертью пациента в течение нескольких суток, если его не возьмут на операционный стол. Кровотечение тоже может быть разной степенью интенсивности, и после потери определенного объема крови изменения в организме станут необратимыми, и человек, скорее всего, погибнет. Поэтому язвенная болезнь желудка, более того, алкоголь даже противопоказан при язвенной болезни желудка, эти пациенты находятся на пожизненной диете, принимают определенные препараты, в том числе снижающие кислотность желудочного сока, поэтому, ну о чем говорить, если у человека язвенная болезнь, ему противопоказан прием алкоголя. Если он впадает в запой, значит, он входит в красную зону, и у него все риски погибнуть, вот даже от такого достаточно простого в лечении заболевания, как язвенная болезнь желудка. Очень часто у пациентов, злоупотребляющим алкоголем, развивается гипертоническая болезнь. Бывает, что гипертоническая болезнь существует изначально, но пациент в состоянии запоя перестает пить препараты, и у него возникают уже очень высокие цифры артериального давления, которые заканчиваются инфарктами и инсультами. Очень часто в абстинентном периоде, когда возникает дисбаланс в организме, когда возникают тяжелые вегетативные проявления, когда весь организм реагирует на состояние отмены, у пациента повышается давление, причем до очень высоких цифр. Если пациент гипертоник, то совершенно спокойно у него давление может быть выше 200. Если пациент не гипертоник, 150-160, это прям вот нормально у пациента на состоянии отмены, человек начинает активно отказываться от препаратов, говорить, да это все ерунда, я крепкий, здоровый, все нормально, ничего не случится. Но тем не менее в условиях стационара мы обязательно снижаем такому пациенту давление. Дома понятно, что в домашних условиях он, скорее всего, продолжит лечиться алкоголем, или просто проигнорирует этот факт, что приведет к хронизации этого заболевания, к формированию уже полноценной гипертонической болезни со всеми последствиями для органов мишеней. Одна из наиболее частых причин гибели пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, несчастные случаи, суициды и криминальные ситуации. Причем это все с ними происходит в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольное опьянение характеризуется нарушением критического отношения к окружающей ситуации, потерей контроля над своими действиями. Человек в этом состоянии очень легко совершает суицидальные действия, зачастую его удерживает страх смерти, но в состоянии опьянения, когда критика резко снижается, он делает этот последний шаг. Люди выпрыгивают в окна, стреляют в себя из оружия, вешаются. Алкоголь выполняет функцию вот такого наркоза для того, чтобы совершить этот последний шаг. Другим полюсом является патологическое опьянение, когда человек становится агрессивен, жесток, у него возникает паранойя, ему кажется, что над ним смеются, жена ему изменяет, у него возникает целая серия различных идей, которые не случатся в нормальном, в трезвом состоянии, он начинает действовать в соответствии со своими бредовыми концепциями, возникающими в голове, может на кого-то напасть. Очень часто убивают жен в этом состоянии, очень часто случается пьяная поножовщина, причем очень легко раскрываемая, потому что человек ударяет собутыльника ножом и тут же его накрывает наркоз, он пьяный, заваливается и спит, пока их там не обнаружат вместе с жертвой. Очень часто возникает такая бравада, нелепое поведение, забыл ключи от квартиры, полез через крышу домой, сорвался, полез купаться, причем, что мне там стараться, взял с моста, прыгнул в речку, сломал себе шею. Вот все нелепые, глупые смерти, практически все, это именно состояние алкогольного опьянения с резко сниженной критикой, с недооценкой опасности ситуации, плюс появляется желание бравады, удивить окружающих, так называемый заяц в охмелю, когда необычайная смелость и недооценка опасности приводят к тяжелым, фатальным, непоправимым последствиям. Если у вас остались какие-либо вопросы по последствиям длительного употребления алкоголя, обращайтесь на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно ответим.